Нет, я просто одного только не могу понять. Неужели ты настолько, ты настолько зашила в своем панцире вечного спокойствия, что серьезно, ты не понимаешь, что здесь происходит? И как долго еще вы собираетесь держать этого мальчишка у меня дома? Он будет у тебя дома до тех пор, Фурия, пока мы не поймем, каким образом он попал в наш мир, если ты до сих пор этого не поняла. Мы бы давным-давно все узнали, если бы не ты со своей вечной инициативой. Да-да-да, я уже слышала это миллион раз, Фурия плохая девочка превратила чужака в вонючую рыбу. Прекратишь уже, может быть? Да в конце-то концов, мне что, одно это все надо? Хватит, Элифия, вот что я тебе скажу. Больше не намерена слушать, ничего подобного. Господи, Фурия, как же ты мне надоела за это время. Ты всего лишь год назад, ты всего лишь год назад прибыла в наш мир как страшный. Потише вы. Кажется, мальчишка очнулся. Элифия, посмотри, пожалуйста. С меня хватит, я ухожу отсюда. Ну что, малыш, может быть, начнем наше знакомство с самого начала? Я понимаю, что ты сейчас можешь быть напуганной, наверняка не понимая, что вообще происходит. Да мы и сами, если честно, запутаны. Поэтому, может быть, попробуем разобраться вместе? Кстати, ты как себя чувствуешь после того, как... После того, как на меня наложили заклинание. Что ж, голова немножечко кружится, но, в принципе, я в порядке. Только как же мы с вами поговорим, вы ведь, наверное, считаете меня своим врагом. За это можешь даже не волноваться. Того, кто считал тебя своим врагом, уже нету в этой комнате, как ты мог заметить. А меня... Меня зовут Элифия, кстати. И троя ты точно можешь не бояться. Мы не сделаем тебе ничего плохого. Что же, тогда давайте и вправду попробуем поговорить. Только, что вы хотите услышать от меня? О том, как я попал сюда? Но, боюсь, что не смогу рассказать вам ничего толкового об этом. Я почти ничего не помню. Что ж, это ничего. Расскажи все, что знаешь. Что же, я попал сюда через город под названием Глимерброк. Мы с друзьями отдыхали там в местной базе отдыха. А затем я просто пошел за дровами и увидел, как же сказать, это был будто портал, знаете, как трещина. Ты сказал трещина? Это что, как в дереве, что ли? Да, именно. Она была как в дереве, только будто бы, знаете, как будто бы она просекала пространство. И она манила меня туда. Я не знаю, что произошло, в общем-то... Ты говори, говори, все в порядке. Не нервничай, я слушаю. Трой, ты что-то слышал? Про трещины нет никогда. Я знаю, что вы можете мне не верить, но я говорю правду. Я могу показать, если вернуть в то место. Это трудно представить, но я... я верю тебе? Слушай, ты мне просто безумно напоминаешь кое-кого. Ты случайно не слышал о таком человеке, как Ричард Бернс? Слушайте, да, слышал. Это, кажется, мой... эээ... дедушка. Я буквально вчера ездил в свой офис и там видел это имя в своей родословной. На самом деле это, может быть, совсем не то, такому вы спрашиваете. Потому что я, честно сказать, не знаю, как выглядел мой дед и вообще, кем он был. Да и мой отец ничего о нем не знал. Он бросил мою бабушку, когда она была беременна. Значит, это именно тот Ричард, о котором я и говорила, малыш. У меня для тебя довольно-таки интересные новости. А вы что, хорошо знали моего дедушку? Мне бы хотелось узнать о нем, знаете, хоть что-нибудь хорошее. Не знаю, как насчет чего-то хорошего, но, по крайней мере, то, что он твой родной дед, это, знаешь, сыграет тебе на пользу. Потому что ты хотя бы узнаешь правду о том, например, куда же ты все-таки попал. Ты когда-нибудь задумывался о том, что мир, в котором ты живешь, может быть совсем не единственным, и существуют еще другие миры? Наверное, об этом задумывался каждый из нас. Даже не знаю, мне кажется, на эту тему написано очень много научно-фантастических книг. А что вы хотите мне сказать? Неужели эта теория верна, и вы являетесь людьми, которые как-то связаны с этим? Почти угадал. На самом-то деле действительно существуют параллельные миры, и знаешь, их на самом-то деле очень много. А мы, я, Фурия и Трой, да и твой дедушка в прошлом, мы являемся стражами. Стражи — это те люди, которых не знает никто в лицо, и которые обитают в месте, в котором ты, да и вообще никто-либо из чужаков, так скажем, не должны были никогда оказаться. Здесь мы проводим всю нашу сознательную жизнь и занимаемся тем, чтобы поддерживать порядок во всей вселенной. И мой родной дед тоже был одним из этих, как вы сказали, стражников. Как жаль, что отец не дожил и не узнал об этом. Быть может быть, это все изменило бы. Я думаю, тебе не стоит грустить. Ты знаешь, то, что твой дед был одним из нас, это никак его не оправдывает. По нашим правилам и законам он не должен был иметь никаких связей с лишним миром, а он имел. И появился твой отец, и вот ты сейчас здесь. Ничего себе. Я даже и подумать не мог, что я могу быть потомком такого великого мага. Спасибо, что рассказали мне об этом. Это правда очень важно для меня. Вот только я все не могу понять. Если вы сказали, что никто не должен проникать в это ваше особенное секретное пространство, то как же... как же я попал сюда? Кстати, Трой, Глимербрук, это случайно не в твоем угле? Кажется, да, на что ты намекаешь. Мне кажется, я поняла, в чем дело. И, понимаешь, твоих сил, кажется, оказалось недостаточно для того, чтобы справляться со своей должностью. Мне очень жаль, но твой угол, он ослаб и потянул наши сфурии тоже за собой вниз. Видимо, из-за этого что-то начало давать сбой, и по всему миру, кто знает, начали появляться эти трещины. Трой, давай-ка мы выйдем и все обсудим вместе с фурией. Малыш, ты не против, если мы тебя оставим ненадолго? Да, конечно, чего вы мне спрашиваете. Ну что, давайте обсудим... Обсудим бред этого сопляка, но уж нет. Трой, давай тогда с тобой обсудим, ну вот и хорошо. Нет, может быть, я, конечно, не понимаю чего-то, но, может быть, тогда объяснишь мне, а что здесь вообще, собственно говоря, обсуждать? По-моему, ясно как день, что он был к нам кем-то подоск. Ну и как ты себе это представляешь? Ты подумай сама, наш мир был не тронут и неизвестен никем тысячелетиями. Это же просто абсурд, фурия, перестань. По-моему, абсолютно ясно, что никто, никто не мог узнать о том, что существуем мы и наш мир. Ты согласен со мной, Трой? Твои мысли абсолютно не находят логического подтверждения, фурия. А ничего, что этот мальчишка является родным внуком моего предшественника? Или, может быть, ты уже забыла о том, что он сам тебе это рассказал? Тебе не приходила в голову мысль о том, что это он мог рассказать ему о существовании нас и нашего мира и просто подослал его сюда для того, чтобы посидеть кого-то из нас? Фурия, если у тебя паранойя по поводу того, что тебя кто-то хочет подсидеть, то, по-моему, это не его проблемы. Да и к тому же, ему бы никак это не удалось. Он светлый маг, а не темный, как ты. Кстати, да. Поэтому я, если честно, вообще не могу понять, из-за чего ты здесь развела такой скандал. В таком случае, это Трое надо переживать, а не тебе. Да и к тому же, мне кажется, что я уже смогла понять, как именно и почему он попал в наш мир из своего. Да, кстати, проблема оказалась полностью во мне, поэтому ты можешь ликовать, Фурия. И я признаю, это моя ошибка, и именно из-за меня повсюду начали появляться эти, как он сказал, трещины. И теперь, похоже, каждый проходящий мимо сможет попасть к нам. Вот это истинная проблема, которую мы должны решать. Уж об этом я бы на твоем месте просто сидела и помалкивала. Не зря ты меня все это время бесил, малой. Ну а если ты такой умный и сам понимаешь, что во всем виноват, то, может быть, и предложишь что-нибудь для того, чтобы решить данную проблему? Но ведь именно для этого мы здесь и собрались, вместе с тобой. Все вместе, Фурия. Ты понимаешь, что это наша ответственность защищать наш мир от чужаков, как ты любишь говорить? Так давай вместе подумаем, что мы можем с этим сделать. Мне правда очень жаль, что так вышло, если тебе это интересно знать, конечно. Но мы столкнулись с этой проблемой, и это нужно принять как данность, не валя всю ответственность на меня. Ты вообще представляешь себе, как нам на самом деле повезло, что нам попался именно Филберт, а не кто-то другой? Не какой-нибудь иной зевака. Как бы мы тогда все объясняли? Окей, хорошо, может быть, какая-то доля правды есть в твоих словах. Но я бы на вашем месте не доверялась ему так сразу. Ну, у нас есть хотя бы одна причина доверять ему. Я, конечно, очень сильно извиняюсь за то, что прерываю вашу беседу, но можно мне как-то стать ее участником? А, ну, да, конечно. Фурия, вы позволите? Подслушивать нехорошо. Благодарю вас, Элифия. Не против? Нет, присоединяйся. Трой, можно я тоже выскажусь? Почему нет? Валяй. Послушайте, я бы меньше всего на свете, правда, хотела провоцировать между вами конфликт. Это вообще не в моих планах. Но, послушайте, вы же, я так понимаю, просто сидите и управляете пространством и временем? Я просто не представляю, как это можно делать столько лет. Это же просто, наверное, невероятно скучно иногда. Вернее, не скучно, а однообразно и очень изматывающе. В общем, я думаю, что вам бы не помешало заняться какой-нибудь другой деятельностью. У меня есть идея. Не хотели бы вы заняться, например, обучением магов? Я сам являюсь одним из них. И скажу вам честно, став взрослым достаточно для того, чтобы основательно заниматься магией, я понял, что у меня совершенно даже нету на примете ни одного по-настоящему стоящего учителя. Да, конечно, у моей семьи есть много очень талантливых магов и знакомых. Однако, практически все они занимаются темной магией, а в светлой даже не знаю. Я действительно не знаю, каким образом мне сейчас обучаться ей. А я бы очень сильно хотел что-то узнать, чему-то научиться. И мне кажется, что такие люди, как вы, вы были просто рождены для того, чтобы помогать другим. Освоить это сложнейшее искусство и научиться управляться с этим великим даром. Мне кажется, что это было бы просто замечательно, если бы вы рассмотрели мою идею школы магии, как в Гарри Поттере, что ли. А почему бы и нет, слушай? Ведь это может быть прикольно. Я вам просто хочу напомнить на минуточку, что мы были рождены для того, чтобы быть педагогами и учительками разного плана. У нас есть свои прямые обязанности. Но ведь никто и не собирается отбирать у тебя твои обязанности. А делиться знаниями действительно с теми, кому это нужно, мне кажется, что это было бы и вправду здорово. Я не знаю, мне пока что тяжеловато все это себе представить. Но мне кажется, что чисто как эксперимент, то можно действительно было бы попробовать, почему бы и нет. Все равно у нас выбора немного. Вот именно. Давайте просто перестанем ссориться и действительно попробуем сделать хоть что-то. А вдруг люди начнут нахлынувать прямо сейчас? Что мы им скажем? В большинстве мирах люди в курсе о существовании магов и абсолютно спокойно к ним относятся. Но тем, кто не знал, я думаю, это можно спокойно преподнести. Значит, идея нам ясна. Осталось только все обдумать и обсудить еще раз детали. Спасибо тебе большое, Филберт. Я думаю, что мы подумаем над этим обязательно и прямо сейчас. Вы уж простите меня, если доставил вам неудобства. Я, честное слово, не хотел. Надеюсь, что Фурия не сильно злится на меня. Перестань ты, все в порядке. Она остынет. Честное слово тебе говорю. Да и я тебя обниму. Ты наш подарочек судьбы прямо-таки. Ни о чем не беззаботься и отправляйся домой. Всем большой привет. Меня зовут Ангелина. Я безумно рада видеть вас у себя на канале. Вы смотрите Династию Лойд. Застройщики. И это девятая серия второго сезона. Всем добро пожаловать и приятного просмотра. И я думаю, что вы уже, наверное, смогли просмотреть кат-сцену, которую я специально подготовила для вас. И, собственно говоря, как вы могли уже сами понять из этой кат-сцены, наш Филберт попал в мир магии. Попал к трём стражникам. К трём великим стражам пространства и времени, как я это называю. И там состоялся между ними определённый разговор, в ходе которого он, во-первых, выяснил, куда же он всё-таки попал и что за люди предстали перед ним. И, во-вторых, одно из самых важных открытий, которое он сделал в ходе этой беседы, это то, что он, наконец-таки, узнал, кем был его родной дедушка. Возможно, вы обратили внимание, то, что его звали, оказывается, Ричард, да, Ричард Бёрнс. Именно так звали пресловутого отца нашего Джерома и родного дедушку нашего Филберта, соответственно. Именно он был стражником до Фурии, поскольку являлся тёмным магом. А тёмные маги отвечают у нас за проказливую магию, выражаясь языком 74. И именно дедушка нашего Филберта в своё время неплохо так покуролесил, путешествуя по параллельным мирам, из-за чего вследствие в мире, где сейчас находится наша Джулия, случился апокалипсис, кстати, да. И, собственно, благодаря ему вообще на свет появился наш Джером, благодаря ему на свет появился родной брат Джерома Дарнал, который находится во вселенной Утрис и ждёт своего часа, который, возможно, когда-нибудь настанет. И именно благодаря Ричарду прямо сейчас вот перед нами находится вот этот вот персонаж и разговаривает с Нори. Да, как вы могли понять уже, Филберт у нас вернулся наконец-таки домой. Да, и у нас уже понедельник, практически 5 часов утра, довольно-таки долго он был в мире магии. И, как вы можете заметить, по потребностям Филберт у нас очень-очень уставший, очень измотанный. Вот. Но, тем не менее, всё-таки это действительно был важный для него разговор. И, да, кстати, этот разговор очень сильно изменил не только его жизнь, но и жизнь, конечно же, этих самых трёх стражей. Как вы можете заметить, они уже есть у нас знакомых. Да, с Троемой и Лефией мы немножечко так подружились, ну, как сказать, не друзья, а просто знакомые, конечно же, потому что буквально пару часов они пообщались, а вот с Фори у нас немножечко не заладилось, но это и понятно, потому что, я думаю, вы сами могли заметить, что она очень негативно вообще к нему относилась, но это в силу её такого холерного характера, как видите, она холерик, и она прям холерик такой в самом-самом, что ни на есть смысле этого слова. Да, Фори, конечно, может быть, когда-нибудь и подружим с ней, я не знаю, но сейчас она к нам относится не очень хорошо, потому что мы для неё чужаки, и, в принципе, её тоже можно понять, это всё очень даже объяснимо. Да, и, кстати, что я ещё хотела сказать, то, что нам на самом-то деле в школу совсем скоро, да, у нас не началась домашняя работа, занятия через 4 часа просто замечательно. Я думаю, что нам, конечно же, нужно показаться всем нашим друзьям, потому что наши друзья очень сильно распереживались, потому что отправили Филберта около 12 ночи вообще за дровами для костра, для вот этого вот самого костра, где мы все хотели постоять, поболтать и проводить наши замечательные выходные на природке, а оказалось, что Филберт пропал, и, естественно, все начали его искать, начали беспокоиться, что же, собственно говоря, случилось, но вот наш Филберт вернулся и говорит, ну что, ребята, скучали, а вот он и я, вот он и я вернулся, ну что, как вы тут без меня были? Скажи, Патриция, ты что, Филберт, где вообще ты пропадала? Я так переволновалась за тебя, мы перерылись, ребята, я практически весь лес. У нас Дэниел говорит, да, действительно, вообще, дружище, ты где-то пропадал. Ну, знаете, надо было, вот, надо было мне зайти в одно местечко, там очень хворост хороший, в общем-то говоря, да. Ой, ну ты бы хоть, ты бы хоть что-нибудь, какую-нибудь весточку оставил, хотя бы смс-ку отправил, что с тобой все в порядке, я уже не знала, что и думать. Он Патриция за нас переживает, и это прекрасно, да. Судя по последнему стриму, который состоялся совсем недавно на моем канале, у меня вся аудитория уже, уже просто потирая ручки, ждет свадьбы вот этой вот парочки, которая на самом-то деле сейчас еще вообще никаким образом не парочка. Да, но их уже, их уже все давным-давно у себя в воображении поженили, и я думаю, все будут ждать именно этого события. Но я напомню, что Патриция у нас старше нашего Филберта, давайте посмотрим вместе, на сколько все-таки. На 6 дней, я думаю, больше, чем на 6, я думаю, дней на 8 где-то, либо на 7. Ладненько, до этого еще, конечно же, очень далеко, сейчас нашему Филберту вообще не до этого. У него только что выдалось такое приключение, что прям ух. И да, я думаю, что мы уже будем собираться все домой. Наконец-таки ребятки увидели, что с Филбертом все в порядке, что не стоит переживать. Да, я думаю, что у костра уже не стоит нам тут что-то делать, потому что ребяткам уже на работу, некоторым в школу, в университет, в общем-то, по своим делам. Поэтому, да, показались и хорошо. Берем, значит, в ухапку нашего Нори и отправляемся домой. Да, мы отправляемся все вместе. Вот так вот, прекрасно. И включусь я, когда мы уже будем у нас дома. Асва! Да, все-таки уже понедельник, все правильно. И в этот раз Ланграб выставили нам счет в 20676 миллионов. Это, по-моему, просто какой-то грабеж. Я не знаю вообще, мы просто школьники, учащиеся средних классов. Откуда у нас такие деньги? Нет, благо, у нас как раз таки есть на это деньги. Но вообще, в принципе, о чем они вообще думают? Я не знаю реально, как мы будем вместе с вами из этой ситуации выкручиваться, как мы будем с вами зарабатывать. Так, а что у нас? Опа, день скидок. Прекрасно, понятно. Так, давай-ка я тебе лучше вот это вот все-таки переложу в карман, потому что ты у меня сейчас будешь отвратительно себя чувствовать. Это вообще никуда не годится. Да, так, все, дорогой мой, давай, пожалуйста, пей сережку. Вот тебе решение проблем настроения. Давай, решай все свои проблемы. И вообще, давай, приводи тебя в порядок, потому что я думаю, у тебя и так сейчас небольшое помутнение рассудка из-за всего того, что ты узнал у меня. Давай, пожалуйста, уберем и помоем. И давай засядем за домашку, наверное, да? Давай делать домашнее задание. Кстати, где наш пес? Наш пес? Ага, прекрасно. Слушай, Нори, а тебе тут не прохладно? На летней такой террасе тебе не прохладно? Вот здесь вот дрыхнуть на голом бетоне вообще нет? Смотрите, а ему нормальненько. По-моему, песик счастлив. Боже, какая милота. Это что? Это у нас первый снег, ребята, первый снег. Я уже не помню, был ли у нас снег в династии. Меня тяжело припомнить, но я во всяком случае буду все равно им восторгаться. Все равно я буду им восторгаться, как в первый раз, так что можете не обращать на это внимание. Так, а что нам делать с этим днем скидок? Я что-то не понимаю. Распродажа года. А, и мы игнорируем эту традицию. Ну, понятно. Понятно. Может быть, тогда сразу удалить этот праздник? Завершить его, я не знаю, или пускай висит. Ладно. Главное, чтобы потом грустного мудлия-то не было. Да, как, кстати, где это у меня делся? Ага, ты у меня здесь будешь делать домашку. Хорошо. О, у нас тут кое-что сломалось. Кстати, слушай, ты могу пробовать починить? Все-таки, да, через час мы должны быть в школе. Я это прекрасно помню. Мы будем в школе, не переживайте. Мы настолько ответственные, что даже не пожертвуем своей учебой. Хотя могли бы, наверное, остаться дома и что-нибудь поделать. Даже не знаю. В общем-то, что еще, наверное, стоит сказать? Наверное, стоит сказать о том, что теперь, как я уже начала говорить в самом начале серии, у нас очень сильно изменилась жизнь наших старейшин, наших великих стражников. И теперь их мир, и вообще теперь они все сами будут функционировать в качестве преподавателей по магии. Эту идею предложил наш Филберт, наверное, как вы помните, из катсцены. И, в принципе, и Лефе, и Тро, эта идея более-менее понравилась, потому что у них, правда, сейчас не сильно много выбора. А делать что-то надо, потому что трещины, в общем-то говоря, распространяются, разрастаются в разных мирах. И совсем скоро в Америке начнут приходить какие-то люди. Кто это? Александр Гот. Боже, я уже со спины подумала, это что, Галифакс? Думаю, да как, может быть, если он умер? Да, ну, слава богу. Слава богу, это оказался Александр Гот всего лишь. Я уже успела испугаться не на шутку. У нас белье, кстати. Сушить одежду. Ну, давай посушим одежду. Может быть, если ты успеешь. Но вот это починить ты точно не успеешь. Так что, да, будем уже по приходу домой этим всем заниматься. И, да, теперь наши стражники будут учиться, собственно говоря, действовать как преподаватели по магии. И наш Филберт, конечно же, теперь тоже сможет обучаться. Так что это реагирует на первый снег. А, ясно. Хорошо, давай реагирую. Так, у нас тут Хтайси ходит. Хтайси, привет. Очень рада тебя здесь видеть. Да, и наш Филберт сможет тоже обучаться магии. И в конце-то концов стать настоящим магом. Я думаю, что ему уже давным-давно пора пройти этот обряд. Я думаю, что в этом нам поможет наш самый главный наставник. Это Трой. Несмотря на то, что он подросток. И несмотря на то, что он самый слабенький из всей этой Троицы. Но, тем не менее, именно он, я думаю, будет нашим основным учителем. Потому что он именно светлый маг. В отличие от Фурии и Эльфии. А учитывая то, что наш Филберт светлый маг, как вы помните. То, конечно же, ему и обучаться стоит у того, который практикует такую же магию. Вот. Поэтому я думаю, что, в принципе, мы уже совсем скоро вместе с вами отправимся в мир магии. Для того, чтобы официально уже даже технически стать магом, наконец-то. Вот. И будем обучаться. Будем обучаться. Будем исследовать. Будем проходить наш путь. Хотя я думаю, что многие уже сто пятьсот раз его все прошли. В общем-то, да, ребята. Это мои планы на ближайшие такие серии. Вот. Наконец-таки начать путь в исследовании и покорении. Такого искусства, как светлая магия. А сейчас, я думаю, все равно, пока у нас дома один наш песель прекрасный, то, в принципе, я думаю, что я пока что остановлю запись. И вернусь к вам, когда у нас уже Филберт вернется со школы. И когда мы уже будем наблюдать за ним и дальше. Так, ну что, ребята, наш Филберт уже вернулся со школы. У него, в принципе, тут все в порядке. К нам тут еще я решил зайти Харви Юпитер, да. И наши собаки, на самом-то деле, тут уже давно-давно стоит и просится погулять. Поэтому я думаю, что мы прямо сейчас с Филбертом выберем себе зонтик. А вот, какой бы тебе выбрать? Слушай, какой бы тебе выбрать? Может быть, какой-нибудь зелененький? Давай вот этот вот зелененький. Давай. И ты как раз хочешь быть дружелюбным с Харви? Давай тогда его поприветствуй, да. И у нас, кстати, да. У нас наша любимая, замечательнейшая гроза. Кто это? Степан Носов. А, понятно. Понятно, я вас не знаю. Так, Нори, приветик. Давай мы наденем на него, конечно же, поводок и отправимся с ним погулять. Вот. Потому что это нужно сделать. Собака хочет. Опа. Опа. Замечательно. Нори надел свой шейничек. И давайте. Давайте вы сходите. Давай. Вот поощрительное исправление малой нужды. Давай, Нори, пойдем-ка. Пойдем быстренько. Ну, давайте, ребятки мои. Ты, может быть, кстати, ты, может быть, зонтик открой, а? Ты не думала об этом? Я тебе скажу, что это может быть очень хорошая идея. Так. А ты не можешь, что ли, открыть зонтик? А почему? А почему? Вроде же, вроде же можно так сделать. Так, ну что. Давай тогда, что спросим, что случилось? Вот. Давай спросим собаку, что случилось? Что это такое? Разделить восторг от праздника день скидок, боже. Так, ты спроси собаку, что случилось. Ну, давай. А, Нори, наверное, грозы боится. Все, поняла. Так, давай еще раз поощрительное исправление малой нужды. Неприятно мокрый. Слушай, ну ты бы зонтик открыл. Тогда бы не было тебе неприятно мокро. Ну что, Нори, давай. Мы надели поводок, не знаю зачем. Хотя, по сути, мы могли вообще от него не надевать, потому что... Потому что, в принципе, мы возле дома все делаем дела нашего Нори. Так, ну что, Нори, может быть еще что-нибудь сделаешь, а? Или нет? Ты уже доволен, я так понимаю, да? Все сделал окончательно? Ну, давай вот так вот еще. Контрольный, так скажем, выстрел. И будем уже отправиться, наверное, домой. Да, у нас там заплаточка, кстати. Наш, вон он, кстати. Вон ходит наш заплаточка. Надо будет с ним подружиться. Так, все, давайте тогда снять поводок. Вот, отлично. И идти сюда. Вот, и позовешь Нори. О, а сейчас он открыл зонтик. Ну, молодец. Ну, ты молодец. Так, давай, иди домой и зови собаку. Вот. Давай, собакин. Забегай, забегай домой. Хватит тебе там уже торчать. Так, а что случилось? Ты куда? Собакин, что с тобой не так, объясни мне? Я не понимаю. Я не понимаю, что не так. Давай погладим Нори. Все, у нас закончилась гроза, слава тебе, господи. Так, по дому бродит нянь Харви. Надо бы нам его найти, я думаю. Так, и давай еще с ним побалуемся. Вот. Так, нянь Харви. Где он может быть? А, он еще сам идет к нам пообщаться, да? Поболтать с Харви. Ну, прекрасно. Давай, иди к нам сюда. Мы тебя здесь ждем с удовольствием. С тобой поболтаем. Мы как раз этого и хотим. Так, не поняла, чего скинулась. Шутки и забавы. Сейчас у нас фестиваль. Так, а где наш нянь Харви? Я что-то не поняла. А, вот он, отлично. Здравствуйте, нянь Харви. Как ваши дела? Он у нас уже второй раз женат. Молодец. Вообще, живет на полную катушку, развлекается как может. Так, давай душевно с ним поговорим. Да, и еще, еще, еще я хочу, чтобы ты выразил восхищение. Да, вообще спроси, как у него дела. Как он поживает? Какая его новая жена? Как там у них все ли хорошо в семье? Надеемся, что у них все прекрасно. Так, отлично, все. Нори у нас вроде как зелененький. Буду надеяться, что у него все хорошо. Просто у нас такой активный довольный песик. Надо с ним много баловаться. Вот, кстати, у нас сейчас тепло. Тепло, ты бы сменила, может быть, одежду? Я не знаю пока что. Если тебе обреется в сухую одежду. Ну, вот, кстати, да. Почему бы и нет? Кстати, я даже не знала, что есть такое действие. Это прикольно. Заплатка. Привет. Привет. Я очень рада тебя видеть. Очень-очень-очень. Так, рассмешите Харви. Ну, давай, может быть, травим ему и, правда, какой-нибудь анекдотить. А, да. Делай какое-нибудь веселое действие, например. Шуток для своих. Вот. А, да, кстати, нам же нужно там по нашивочкам. По нашивочкам нам нужно развиваться по нашим скальтским нашивкам. Вот. Посмотреть прогресс получения нашивок. Давай. Потом с тобой посмотрим. Вот. Ну что, Харви, расскажи, как у тебя дела? Слушай, я слышала, вы отправлялись на базу отдыха в Климербруке. Вы там случайно медведей не встречали? Мне рассказывали, что там такие ужасы бывают. И даже летучие мыши-вампиры. Ты там случайно не видел ничего такого? Ну, нет, честно скажу, ничего такого не видел. Ты знаешь, вообще, в принципе, там очень даже хорошо, уютно и нам понравилось. Так что можешь не переживать и смело отправить туда-то отдыхать. Ну, хорошо, хорошо, буду знать. Спасибо большое. Да, пожалуйста. И цены там не очень дорогие, особенно если с друзьями сбрасываться. А, значит, из компании друзей ездил. Ну, да, как бы, да, конечно. Сам бы, я думаю, не решился поехать. Ну, вы же понимаете. Конечно, я понимаю. Ну что ж, молодцы, молодцы, ребятки. Так, ну что, ты у меня будешь переодеваться в сухую одежду и душевный разговор? Так. Нет, Дарлинг, спасибо. Ты, конечно, классная, но мы тебя толком не знаем. Ты нас только один раз в жизни там что-то потренировала и все. Так, ребята, ну, посмотрите. У нас осталось получить только ответ на шефке. Это благотворительность и добрые дела. Так, развлеките малыша, рассмешите кого-нибудь, вынесите мусор, помогите кому-нибудь с домашним заданием. Понятно, короче, смешить кого-то, а здесь дарить подарки. Ну, тоже, в принципе, понятно. Отлично, давай тогда попробуем рассмешить еще раз. Мама, да, расскажем шутку для своих. Прекрасненько. Вот, опа, опа, ча, опа, ча, а кто это к нам пришел? Здравствуйте, здравствуйте, Дия. Да ладно, неужели это ты? Это ты к нам пришла? Привет, Дия, а чего ты такая грустная? Расскажи мне, что у тебя случилось? Это, ребятушки, у нас симка, которая для меня создавала Ксю. Да, она у нас, она у нас эльф, вот, и в свое время, в свое время тетушка Эшли, это хорошая, знакомая, скажем так, еще Джеромчика, да. Да, в свое время вот эта вот тетушка Эшли вместе со своим мужем, они очень сильно помогли нашей Дии. Они ее пристроили к себе, и мы уже с ней знакомились однажды, и, кстати, Дия стала свидетельницей того, как наш Джером делал предложение о Варге. И вот она у нас до сих пор взрослая, до сих пор молодая, красивая. Слушай, ну, если так к нам пришла, то, конечно, давай мы с тобой, где это, давай, жизнерадостно представиться, вот. Проходи, дорогая, проходи, давай, не грусти, сейчас мы тебе поднимем настроение, даже не думаем грустить. Вот, смотрите, Дия услышала Филберта, и, да, решила зайти. О, скажи, здравствуйте, здравствуйте, а, простите, я, кажется, вас знаю. Да, скажи, я знакомая, хорошая твоего отца, возможно, ты меня не помнишь совсем, если он не рассказывал тебе очень грустно. Что у тебя случилось, солнышко? Ну-ка, перестань грустить. Что это такое? Скажи нянь Харви. О, здравствуйте, девушка, я вижу, вы такая спортивная прям, красавица, комсомолка и спортсменка, все в одном флаконе, да. Ну, вот, я думаю, что Дия сейчас как раз расскажет, что она хорошо знакома его отца, и, да, скажи, о, очень приятно познакомиться, добро пожаловать. А, зачем мы пожаловали ко мне в гости, интересно узнать. Да так, ты знаешь, ух ты, она главный детектив, ничего себе, главный детектив Sims Дия, да ты даёшь, да ты даёшь, всё про всех знаешь-нибудь, да, как там вообще дела, расскажи мне. Не сильно ли Симики шалят, а я надеюсь, что нет, я надеюсь, что всё в порядке. Дия у нас говорит, да, так, ты знаешь, просто что-то мне стало совсем грустно, я вот совсем недавно вспомнила твоих родителей, и вспомнила, что у них двое деток, и, к сожалению, мне так жаль, что так получилось всё с твоей сестрой. Да, я ещё раз напомню, что в этом мире все думают, что Джулия, что Джулия погибла вместе с Маршалом Макинтошем в лаборатории, да, но мы-то все вместе с вами знаем, что это не так, что она жива-здорова, и всё у неё в порядке. Давай душевно с ней поговорим, да, поблагодарим за то, что она пришла, и Дина у вас говорит, ну, слушай, я решила, почему бы себя не проведать вообще, посмотреть, как ты тут поживаешь, ты не хочешь куда-нибудь пойти, может быть, покушать вместе с тобой? Слушайте, ну, мне очень приятно, спасибо вам, конечно, за соболезнование, я уже более-менее оправился, да, ещё раз спасибо, я думаю, что вы действительно с моим отцом были очень хорошими знакомыми, потому что, судя по всему, вы очень добрая, очень отзывчивая девушка, а насчёт того, чтобы пойти поесть, ну, в принципе, в принципе, наш Филберт действительно хочет покушать, и нам тут говорили, что у нас фестиваль шутки и забавы, вот, и он у нас будет идти, он у нас будет идти до 11 часов. Слушайте, действительно, можно было бы попробовать сходить с Дией на фестиваль, давайте попробуем отправиться на фестиваль, скажу, да, давайте, может быть, отправимся вместе с вами на фестиваль. Итак, ребята, мы с вами прибыли на фестиваль, тут у нас небольшой дождь и холодно, прекрасно. Так, давайте посмотрим, кто у нас тут есть, подводный клуб, что за подводный клуб, ладно, ладно, не знаю. Так, тут у нас Бриджит Чо, тут у нас Стефан, ага, тут у нас Лилит Новосельских, кстати, можно было бы ещё с Лилит познакомиться как вариант, может быть, или у нас своих знакомых, в принципе, хватает. Ладненько, в общем-то, будем смотреть. Так, я думаю, что мы сейчас с вами активируем наш клубешник, да, так, не вижу, где он, где он, вот он, Dream Team нашу, кстати, мы можем сюда кого-то ещё из наших знакомых друзей добавить. Мишель, Мишель, нет, Мишель, это подружка была нашей Джулии. Так, вот почему-то, вот почему-то не предлагает наших братьев Рока, не могу понять я почему. Ну, ладненько, ладненько, не предлагает, значит, надо будет с ними как-то так познакомиться и в наш клуб добавить. Так, ну что, давайте попробуем толчок бедром сделать здесь или нет, может, она откажет нам, а давай не так сразу. Давай мы с ней попробуем обсудить технику фитнеса и похвалим ей ещё наряд, вот, и после этого давай попробуем всё-таки её ободрить. Где было-то действие, вот, давай хотя бы попробуем с тобой, ну смотрите, какой колоритный мужчина там стоит, носатый ритвик, парик. Ой, прекрасно, прекрасно. Ну что, ошибки, обнаруженные командным центром, это мне не надо, пожалуйста, давайте как-нибудь без этого. Ну что, я так понимаю, что вы многое пережили с моими родителями, да, и вообще, в принципе, я помню, у меня отец рассказывал, что у него есть знакомая, которой была очень лёгкая судьба и вообще молодость. Ну да, было дело, ну знаешь, сейчас всё хорошо, и не без помощи твоего отца и родственников и знакомых твоего отца, я ему за это всегда буду благодарна. Да, а почему вы такая грустная? Не грустите, не переживайте, дорогая Дия, тётя Дия, у меня всё хорошо, скажи. Ну, Дия у нас говорит, ну знаешь, я так переживала за тебя, думала, как ты тут один, так получилось, что родители ушли от тебя так рано, да ещё и сестра. Это такая печаль, такая беда, я так расстроилась, когда узнала. Да, скажи, перестаньте, даже не вздумайте расстраиваться, я в порядке, честное слово. Ой, ну я, конечно, не знаю, тогда ладно, тогда я очень рада, что у тебя всё хорошо, дорогой мой. Ты только, пожалуйста, не теряй со мной связь, давай будем её поддерживать. Отлично, конечно, давайте будем поддерживать нашу связь. Вот, давайте я вас, кстати, щёлкну. Отлично, вот так вот, давайте. Толчок бедрём. Вот так вот, бачки, побьём друг о дружку. Вот, вот так вот, прекрасно, мне кажется, вообще. Замечательный просто кадр, тётя Дия у нас отжигает, всё в порядке, она молода душой, всегда такое будет. Так, это кто у нас? А, Харви Юпитер, понятно. Хорошо. Так, ну что же, давайте, кстати, мы клуб наш собрали, или нет, я что-то как-то пропустила. Давайте начать собрание. А, вот, и давайте мы с вами присоединимся к кому? Давайте в этот раз мы будем за шутников, мы, по-моему, уже были за проказников. Да, поэтому давайте в этот раз присоединимся к шутникам. Вот, нам как раз нужно тут шутить. А ты у нас проказница, ну, конечно, кто б, кто б сомневался. Так, и нам бы по-хорошему тут найти, где справить нужду. Вот это вот, да, воспользоваться туалетом, прекрасно. Так, а вы что тут делаете? Ага, а вы рисуете собачек и кошечек, ну, прекрасно. Прекрасное творчество, это просто замечательно. Так, ну что, давай, присоединяйся к шутникам. Вот, и Лидз у нас подумала, а, шутники, я пошла отсюда, где мои проказники, где мои собратья. Да, скажи, ну, ладно, не хотите, как хотите, я еще вам покажу. А вот возьмем и выиграем сегодня всем на зло. Так, отлично. Команды, проказники, шутники пока наравне. Ага, ага, хорошо. Так, а где, а где все наши, я только не могу понять. Неужели, а вот она, ой, боже мой, я думала, она ушла. А, нет, она решила себе, наверное, какие-то сувенирчики прикупить. Но это хорошо. Кстати, мы бы тоже могли что-то себе прикупить, наверное. Только для начала поторговаться, а то мы бедные школьники. Так, купить футболку с символикой фестиваля. Ну, а, да, спасибо большое. Очень приятно, конечно, просто рассказанно. Так, отлично, давай пойдем шутить вместе с идеей. Вот, ага, здравствуйте, вы решили снова открыться. Ну, спасибо большое. Так, давай расскажем какую-нибудь забавную историю. Вот, вы должны обязательно победить сегодня. Потому что, а как же иначе, Пантомиум, безумная сосиска. Во-во-во-во, давай безумную сосиску нам и душевно еще поговорим обязательно. Так, и, кстати, можно было бы купить сувениры. Купить сувениры, я говорю. А что? А что? Алло. Так, женщина, вы вообще работать собираетесь? Нет? Что вы тут стоите? Что вы тут подвисли? Что у вас случилось? Ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой, слушайте, а вот это уже опасно. А вот это уже опасно, мне это уже абсолютно не нравится. Если наш выберет начнет помирать, то ему просто помочь будет некому. И если так у меня закончится сейчас моя династия, я этого просто не вынесу. Это будет просто ужасно. Не надо, пожалуйста. Слушай, давай мы, пожалуйста, будем поаккуратнее. Давай тогда подторнивать над проказником. Это смешное действие? Нет, тогда не надо. Слушайте, вот это, конечно, опасно. Давай лучше обсудим теорию цвета. Надо было к проказникам присоединяться. Они пакостят, пакостничают, и все у них в порядке. А здесь можно довести себя до непонятного состояния. Давай еще поговорим про дождь. Вот, так, командошники опережают, значит... Ей, классно. Вот это вот все мы, вот это вот все мы, я просто в этом уверена. Так, а где все наши? А где все наши? Я что-то не могу понять. Наш клубец, наш клубец. Где наши ребятки? Я толком никого не вижу. Я точно помню, что Майкл Венера должен был прийти. Так, эта мусочка откуда-то такая клевая. Ага, понятно. Так, что ты хочешь? Заказать еду. А, точно, да, мы же вообще покушать хотели. Давайте, да, закажем еду. Да, вот отлично, ты сам у меня додумался. Сказала, тетя, пойдемте, наверное, закажем что-нибудь покушать. Тут у нас на лане работает прекрасная русалочка. Да, о, вот, вижу. Вижу Майкла Венера, можно будет с ним тоже пойти поздороваться, заказать еду. А что у нас тут? Гой, куон, бан, ми, фо. Я сейчас ничего не вижу, но я хочу бан, ми. Вот, давай тогда вот здесь вот закажем еду. Так, что это? Голод, ничего. О, смотрите, пятечку. На пятечку опережаем. Слушайте, у нас уже совсем скоро закончится фестиваль. Я думаю, что мы просто вообще выиграем, как нечего делать. Да, у нас почти, я так понимаю, только Майкл Венера пришел из всего нашего клуба. Ну ладно, ты у меня где? О, супер, ребята, выиграли. Ей, выиграли, приехали на фестиваль, выиграли, опережали проказники. Вернее, они были наравне, но мы взяли, мы взяли все в свои руки и все стало прекрасно. Так, отлично, давайте вот так вот я это сфоткую. Господи, сколько же этажей в этом здании. Итак, давай, правильно, смотри, салют. Вот, вот так вот плобобы, все желтое, все прекрасно. И мы с вами подзаработали, как я понимаю. И еще, вау, красота какая. И еще получили какие-то плюшечки, какие-то подарочки. Давайте посмотрим, что нам там, что нам там сказали, что нам там написали. Микрофон, фейверки, 500 миллионов. Класс. Слушайте, мне нравится. Микрофон еще даже подарили. Это очень круто. И салют тоже очень крутой. Давай, дорогой, смотри, тебе нравится? Тебе нравится все? Да? Ты у меня так и не поел, кстати. Ты у меня так и не поел? Ну ладно. Слушайте, так много фейверков, это просто капец. Диана смотрит, думает, вот это красота. Ух ты, ничего себе, так шмалят, так шмалят. Просто обалдеть. Ты видал Фейверт вообще? Слушай, а мы с тобой молодцы, мы с тобой молодцы. Нашутили просто отлично, я считаю. По-моему, отличная выдалась вылазка. О, пришли, пришли все-таки. И еще кое-кто из нашего клуба пришел. Дэниел Могорин. Как раз таки Дэниел это отец тех людей, которые приютили к себе нашу Диу. И поэтому-то вот мальчик, она тоже знает, сто процентов. Так, все, давай. Давай все эти идеи. О, смотрите, какая она радостная. Просто красота. Просто красота. Подняли ей настроение, сказали, что у нас все в порядке. О, наши ребятки наконец-таки решили прийти. Да, еще раз вам спасибо. Вы даже не думаете, со мной все в порядке. И да, я стараюсь не грустить, я стараюсь как-то держаться, потому что знаю, что и мама, и папа, и сестра, они все очень бы не хотели. Да, молодец вообще. Я тут такие вещи серьезные говорю, а ты портишь воздух. Слушай, ну, ай, не будь ты неряхой. В общем-то, наш Филбрид говорит о том, что он всегда старается для своей мамы. Знает, что они бы очень сильно, очень сильно не хотели, чтобы он подал депрессию. И, в общем-то, чувствовал себя плохо, поэтому стараться держаться на плаву. И то же самое советую Дине, да и вообще всем. Я думаю, в принципе, давай обнимем тетю Дину. Слово, нет. И да, ребятки наши, вот закончился фестиваль, ребятки решили прикатить. Понятно. Ну что ж, ладно. Скажи, тетя Дина, можно вас обнять? Вы вообще такая классная, такая хорошая оказались. Да, вообще без проблем. Ты что, ты бы знал, как я рада, что у тебя все хорошо, дорогой мой. Дорогой ты мой племянничек, названный что ли. Вот так вот. Ей, ей, милота. Сейчас Дия нас укусит своими клычками. Да, но на самом деле нет. На самом деле Дия хорошая. Она не кусается, у нее все в порядке с этим. Да, ну что. Давайте тогда уже будем распускать все это бурное веселье. Вот. Закончим собрание. А мы будем отправляться домой, к нашему собакину. Да. И будем заниматься нашими делами домашними, как обычно. Вот. Скажи, слушай, ты там только поешь, а то ведь сейчас так и не успели. Отвлеклись на этот фейверк и совсем не успели поесть. Да, вообще без проблем. Сейчас приедем домой, поедим что-нибудь, да. Так, ну что, ребятки, мы прибыли домой. Да, и я думаю, что давайте вместе с вами занимаемся нашими делами. Во-первых, надо починить вот это. Во-вторых, по-моему, у нас тут что-то... Выбросить испорченную еду, да. И давайте посмотрим, есть у нас вообще что-то или нет. Для этого нужно открыть. Вот. И так, у нас испорчены типсы соусом, ужин с индейкой. Барковные кексики у нас есть. Прекрасно. Так, ну на самом-то деле и торт... Ну нет, торт мы есть не будем. О боже мой, Филе, да успокойся. Я тебя просто умоляю, успокойся. Так, значит, нам надо готовить. Значит, нам надо готовить. И я думаю, что мы с вами попробуем приготовить что-нибудь для себя. И поскольку Филберт у нас пока что совсем еще в этом ничего не смыслит, то это будет что-то простое. Что-то такое... Чтобы наверняка... Вот я думаю, между яичницей, макаронами с сыром и, может быть, жареный сыр. Но жареный сыр-то слишком жирен для тебя. Я же хочу, чтобы ты у меня фигурку-то в норму привел. Ладно, давай макароны с сыром на одну персону. Вот, отлично. И будем с тобой потом заниматься хозяйством. Я думаю, да. Приготовим покушать. Вот бельем обязательно займемся. Надо будет садом заняться. Хотя сад, я смотрю, чувствует себя отлично. Только он почему-то не плодоносит. Почему-то он не плодоносит. Это странно. Ну давайте тогда поспособствуем хотя бы росту. К чему можем. Вот. Не вижу я что еще. Вот, способствовать росту. Ага, отлично. Слушайте, все растения как будто бы в порядке в укрытии. Ну да, в укрытии. Полить не надо поливать. Слушайте, странно. Ну ладно. Я не против, если не надо поливать. Кстати, пчелы у нас там уже, наверное, совсем сбрендили. Надо будет еще за пчелами поухаживать. Да, они, конечно же, в ярости. А, вот эти спокойные, кстати. Надо средства от клещей. А вот, только перед этим надо будет переодеться в костюм пчеловода. Да, вот прям так вот, вот в этом эпичном костюме. Ладненько, ребят. Я думаю, что я уже буду сама заниматься вместе с Вербертом всеми этими домашними делами. И не стоит вас... О боже. О боже, какой кошмар. Ты мне испортил все прощание. Я думаю, что не стоит вас напрягать этой всей рутиной. Поэтому я буду на этом заканчивать. Всем огромное спасибо за внимание. Всем до новых встреч. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok